Добрый день, друзья! Для начала хочу рассказать, как я получал второй загранпаспорт. Судя из источников в интернете, загранпаспорт раньше давался на срок действия первого. То есть, если у меня первый загранпаспорт старого образца и срок действия у меня остался на 3 года, то есть новый паспорт я должен получить, паспорт нового образца должен получить тоже на 3 года. Но, слава Богу, в нашей стране хоть что-то меняется к лучшему. Поэтому, по новым законам, второй загранпаспорт можно иметь только нового образца. Он биометрический, с чипом, то есть все данные записываются на чип. И снимаются отпечатки обеих рук указательных пальцев. То есть, только указательные снимаются не по старинке, как раньше было, откатывали краской. То есть, стоит современный сканер, и все это очень быстро делается, легко. Поэтому, решил я получить второй паспорт, так как за год путешествия по Азии у меня штампованная получилась почти половина паспорта. И поэтому, чтобы не заказывать паспорт где-то в консульстве, в другой стране, не ждать 3 месяца и уезжать в другую страну, в общем, чтобы не было заморочек, решил получить паспорт дома. Оказывается, заказывал через сайт госуслуг. Все делается быстро, качественно, ну быстро как. Стандартный срок ожидания около месяца. Поэтому, начну по порядку. Для начала, я зашел на сайт госуслуг. Я давно уже зарегистрировал там, кто нет. Регистрация махом проходит. То есть, находите в каталоге получения паспорта нового образца. Находите, находите службу паспортную. Там есть ссылка получения паспорта, загранпаспорта, допустим, нового образца. Оттычете паспорта, то есть, заходите и попадаете. В общем, как бы там будет перечисление небольшое. То есть, и будет кнопочка получить услугу. Нажимаете кнопочку, открывается стандартная анкета, где надо указать паспортные данные, имя, фамилия, отчество, год рождения, пол, в общем. Ну и стандартные вопросы. Меняли ли вы фамилию для женщин, ну, может, и для мужиков, для некоторых, кто когда-то менял фамилию там. Состоите ли вы там. На военных, в общем, стандартные вопросы. И последнее место работы 10 лет. Но, так как я официально работал последние 10 лет, порядка всего двух лет, то есть, официально я работал, был остальное время самозанятый человек, так сказать, то есть, по-русски колымы, в общем, заказывал, в общем, всякое такое. Ну, это не важно. То есть, просто, если вы работали, то пишите, где вы работали, с какого времени, по какой период, в общем, всё там описано, всё рассказано. В общем, заполняете анкету, отправляете через какое-то время, там буквально у нас разгородок небольшой, то есть буквально связывается через пару дней, и даже, возможно, со мной связались на следующий день же, кроме выходных, потому что обрабатывают они заявление, я так понимаю, какой-то период есть. То есть, созвонилась, указала мне, я маленько неправильно запомнил, то есть, вместо, надо заполнять, допустим, место жительства, там место пребывания, то есть указывать полностью. Россия такая-то, такая-то область, такой-то, такой-то населённый пункт, то есть всё по порядку. Я просто указал, что свой город и улицу, оказывается, нет. Исправил эти ошибки, отправил повторное заявление, и всё, заявление принято, буквально через два дня меня пригласили туда. А, да, кстати, забыл сказать о главной фишке, если вы оплачиваете карты через сайт госуслуг, то у вас вместо трёх с половиной тысяч пошлины, вы платите две четыреста пятьдесят, то есть на тысячу пятьдесят дешевле. Как бы, да, сумма, ну, для кого-то копейки, для кого-то внушительная, особенно для нас, так сказать, бродяг, сумма как бы приличная, поэтому, ну, лишь сэкономить можно. Оплатил, и буквально через два дня меня пригласили в паспортный стол, то есть снимать отпечатки пальцев. Там же она на месте фотографирует, но, правда, фотография чёрно-белая, вклеенная в паспорт, вернее, она там нанесена лазером, поэтому она чёрно-белая. И, как бы, всё, девушка сняла отпечатки, ну, как говорю, даже могу сказать, как в Малайзии делают, кто проходил границу в Малайзии, кто знает, что снимают, берут отпечатки пальцев, вдруг обоих рук указательных пальцев. Поэтому всё, буквально там, ну, попросила зачем-то меня принести первый загранпаспорт, хотя он у меня действительно, она говорит, вы, говорит, хотите аннулировать? Я говорю, нет. Я говорю, вы же сами просили принести. Но ещё скажу, с собой нужно иметь ксерокопию российского паспорта, то есть основная страница и страница с пропиской и распечатанную кританцию в оплате. Она тут же, когда вы оплачиваете, она тут же высвечивается на сайте, что оплачено, её распечатываете, приносите ей. И нужна... А, на сайте вы также в анкете размещаете свою фотографию, то есть она просто, она не вклеивается в паспорт, не печатается, она просто нужна для дела. Поэтому на этом как бы всё. И буквально через месяц приходит сообщение, на смс-ка на телефон, также отображается в личном кабинете на сайте госуслуг, паспорт готов, приходите, получайте. Поэтому я получил паспорт буквально даже месяц, а не прошло где-то, прошло 3-4 где-то недели, ну там около 4 недель, что меньше месяца. И паспорт, мой Бог, только очередей нету, но возможно в крупных городах очереди. Поэтому как бы они пишут, что выдавит паспорта от месяца до 4. Ну, спасибо за просмотр всем. Кому интересно, как я работаю дома, Саня к этому видео скинул ссылку, это мой небольшой второй канал, то есть как бы это чем я занимаюсь, как я зарабатываю, что я делаю. Кому интересно, можете посмотреть. Ну, на этом все. Удачных дорог, удачи получить второй, второй, возможно, кому-то третий за гранд паспорт. Все быстро, легко и просто. До свидания. Всем пока. С вами был Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова